Близнецы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И в конце расклада я возьму карта совета. Что вам высшей силы советует? Может, какие-то предупреждения, остережения? Может, на что-то нужно для вас обращать внимание? И первая карта для вас в начале месяца августа, близнецы, это у нас карта повешенной. Повешенной это показывает, почему-то в начале месяца у вас идёт, знаете, сами как что-то нужно подвешивать. Может быть, очень долго вы даёте себе роль жертвы, может, всё-таки нужно брать какой-то ответственный и выйти из этого состояния. Почему? Потому что здесь, если вы долго будете находиться, вы как-то, знаете, можете сами что-то своё благое потерять. Это может касаться в отношении, что-то вы неправильно делаете, это может касаться даже самого себя как человека, да, себя, может, то, что вы не ведёте себя правильно. Конечно, давайте посмотрим следующую карту, да, будем уточнять, что это касается, для того, чтобы у вас было понятнее, да, в начале месяца. Это пятёрка жезлов. Пятёрка жезлов показывает, что почему здесь подвешено, это даже может касаться вас, не входить в каких-то конфликтов в начале месяца. Никому ничего не доказывать, не показывать, потому что здесь могут быть на работе люди, в отношении, в отношении, захотят специально вывести вас на эмоции, для того, чтобы вы, может быть, потеряли, да, какую-то энергию, какое-то своё счастье, да, каких-то своё, знаете, даже как это улыбку, да, на лице которой у вас есть. Давайте посмотрим следующая карта, да, в начале месяца. Это шестёрка жезлов. Но победа будет на вашей стороне, близнецы. Вы победители, да, здесь показывает, что всё-таки на эту ситуацию, которую вы начинаете август месяц, победа в ваших руках, да, вот это стремление, которое у вас было, она будет достигнута, да, она будет в ваших руках. Но всё-таки вот эту победу всё зависит от вас, как вы долго будете держать эту победу в ваших руках. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Это пятёрка Пентакли. Уход. Уход от каких-то пустых отношений, уход от каких-то пустых надежд и уход от каких-то ситуаций и проблем. У вас вот именно в середине месяца, это может быть где-то, говорится, 15-го числа, что-то от вас уйдёт. Вот вы, знаете, вот то, что, может быть, то, что касалось отношений, работы, то, что было на подвешенной ситуации, на состояние, у вас она уже налаживается в середину, где-то 15-го августа, где-то вот будет начинаться, да, вот как-то, ну, прояснится более, да, более вот вы свободны будете себя ощущать, да, из-за того, что у вас эта победа ваша, ну, как бы в руках. Так, давайте посмотрим следующая карта на середине. Король Пентакли. Мужчины, это показывает ваша стабильность, вы человек, который, как, находится на своём троне, да, человек, который уже опыт имеет какой-то, и здесь может кто-то обращаться за какой-то помощь, да. Это не может быть только финансовая, может быть какие-то знания, какие-то поддержки, да, для какой-то бизнеса. И здесь может быть женщина, к которой в отношении есть такого человека, который будет вас поддерживать, да. Одинокие мужчины и женщины, это показывает то, что вы более стабилизируете себя вот после 15-го числа. Может быть, у кого-то были выяснения, конфликты, уходы от работы, и здесь у вас как происходит налаживание самого себя как человека. Давайте посмотрим. Следующая карта, да, это карта семёрка кубков. Постарайтесь уходить от каких-то иллюзий, постарайтесь уходить от каких-то фантазий, мечты, которые у вас, они, знаете, не нужно, не должны находиться в середине месяца, да. Мужчины, хочу сказать такое, те, которые употребляют какой-то алкоголь, постарайтесь уходить от этого. Вот здесь нужно просто, вот август месяц середина, не употребляй алкоголь, да, здесь просто как может быть, как предупреждение. Это для вас не будет как бы хорошо. Давайте посмотрим. Следующая карта на конец месяца для вас девятка мечей. Девятка мечей осознания, понимания, дать себе возможности, да, если даже у вас что-то случилось, да, и даже если какая-то ситуация подвешена, да, что у вас были очень много потери, да, уходы, то вы должны осознать, всё, что делается в нашей жизни, это делается к лучшему, да. Это просто мы должны понимать, что всё-таки не всегда в нашей жизни будет какая-то чёрная-серая полоса, да, всё-таки в нашей жизни налаживается, да, найдётся стабильность. Это может быть, даже может сказать, что одинокие мужчины, близнецы и женщины, здесь как-то вы как-то уже поработали над собой, даже вы, может быть, вот конфликты, вы себя, может, дали как жертву, какие-то иллюзии были, какие-то пустые отношения, и у вас эта победа, да, уже у вас идёт как стабильность, и вы как себя нашли, как правильно, да, пойти по какой-то новой дороге в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Восьмёрка Пентакли. Вы мастера. Знаете, здесь очень долгая работа. Почему-то показывает вообще у людей вот постоянные работы. И здесь у вас как будто, знаете, в конце идёт такое осознание, блин, а всё-таки это бесполезно, то, что это я работала. А всё, что в чём я вкладывалась, это бесполезно. Нет. Мои дорогие близнецы, всё своё время вы получите. Если это касается финансов, отношений, даже то, что вы одиноки, всё своё время, Высшие Силы вас даст вам. Потому что здесь были то, что вы не отпускали руки, вы работали над собой, вы дали себе возможности, что вы можете это сделать, да, вы можете достигать какое-то ваше желание. Давайте посмотрим карта совета. Что вам Высшие Силы советуют вам, мои дорогие близнецы? Королева Кубков. Женщина. Обращаем в себя внимание на своё здоровье. Мужчина, обращаем внимание на вашу женщину, если такая женщина, потому что здесь показывает, да, здесь вообще, если сказать так, для женщины, для мужчины, это ваша мудрость, это ваше знание, это ваше стремление, это ваше спокойствие, это ваше благородство. Здесь показывает, что у вас вот почему-то после каких-то перемен, более вы себя как-то начали контролировать, можем сказать, вот эту победу, которую вы держите в руках. Мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Субтитры сделал DimaTorzok